Друзья, а знали ли вы о том, что после отставки генерала Залужного, командующего силами обороны Украины, два единственных командующих, которые не были заменены вместе со всей остальной командой Залужного, это генерал-лейтенант Алищук, командующий военно-воздушных сил и, соответственно, командующий военно-морским флотом. Вся остальная команда Залужного ушла вслед за Залужным. Такие вот интересные факты. Ну, я рад вас приветствовать. Я сам был украинский армянин, и я спустился со своих армянских гор для того, чтобы сделать для вас записать этот спецэфир и рассказать пару интересных фактов. Поэтому обязательно сейчас подписывайтесь на наш YouTube-канал, который мы превратили в Украино-армянское интернет-телевидение. И помните, что это украинский YouTube, так что подписывайтесь, ставьте лайк, тогда еще плюс 10 человек увидит это видео. Пишите комментарии, если вы в восторге, у вас нет слов от того, что мы делаем, поставьте смайлик, украинский флаг, армянский флаг или оба флага, и обязательно поделитесь этим видео. Пусть как можно больше хороших и добрых мирных людей посмотрят это видео. Как можно больше патриотов Украины и в целом всего мира увидят это видео. Второй факт, друзья. Знали ли вы о том, что в операции «Буря в пустыне» в Ираке группировка Соединенных Штатов потеряла порядка 12 самолетов F-16, и не все самолеты из этих 12 были сбиты, а также был так называемый дружественный огонь. Ну вот, друзья, два таких интересных факта. Давайте немножко об этом поговорим. Неприятная история с нашим F-16, но неприятная она не потому, что потерян самолет F-16, да, там 20, 25, 30, 35 миллионов долларов. На сегодняшний день это... Это очень небольшие деньги при той кровожадной войне, с которой пришел к нам Путин. А речь идет непосредственно про нашего героя-летчика, который даже перед смертью, перед этим непонятным огнем, в результате сумел сбить суперпрофессионально три ракеты и один шахид. Светлая память нашему герою и соболезнования его семье и близким, потому что каждый украинец на вес золота, а тем более, если это воин Светла, который захищает свою Украину. И на эти герои будут равняться все наши подростки, все наши детки. Именно на этих героев. Духовные знания говорят о том, что тот, кто защищает свою землю, на которых напали, для них место уготовано в мире Бога. Поэтому я верю, что наши герои, наши воины Светла, которые захищают Украину, которые захищают свой дом, своих детей. Следующая жизнь, сейчас они в переходе, кто погиб, да, и следующая жизнь для них уготована очень и очень на совершенно другом уровне, где нет войн. Пусть так и будет. Друзья, все началось с того, что американское издание написало о том, что самолет F-16 26-го при ракетно-дроновой атаке Российской Федерации наш самолет, украинский F-16, был сбит дружественным огнем Patriot. И после чего Марьяна Безугла та самая шумная, скверная, в некотором смысле черноротая, потому что в попытке за так называемой правдой наносит очень много вреда. Такие вещи должен говорить не депутат, такие вещи должны говорить именно наши спецслужбы, верховная власть и так далее. И вот Марьяна Безугла, значит, заявила о том, что сбит украинский F-16 дружественным огнем Patriot. Прошло немножко времени, и командующий силами военно-воздушными силами и нашими, безусловно, ПВО, он написал едкий комментарий по поводу Марьяны Безуглой. И тут прошло немножко времени, как президент Зеленский в результате отстранил генерала-лейтенанта командующего военно-воздушными силами и системами ПВО Украины. Был ли генерал-лейтенант Алищук хорошим командующим? Я хочу сказать однозначно да. Он действительно был хорошим командующим, и все это время они держали небо. Но есть, друзья, нюансы, в которых разбираются очень сильно военные эксперты, а я не являюсь военным экспертом, я обозреватель, но есть несколько военных экспертов, которые говорят очень грамотные и правильные вещи. И вот этим я хочу с вами поделиться в том числе. Я считаю, что эмоциональное решение президента Украины Владимира Зеленского, оно не совсем правильно. Я знаю, что отстранение генерала-лейтенанта Алищука от своих обязанностей это уже решение было принято немножко ранее. Для этого ждали удобный момент, скажем так. Но та форма, в которой это сделано, мне лично очень не нравится, как гражданин Украины. Поэтому я считаю, что президент Зеленский не должен делать подобных эмоциональных решений, потому что, когда это было сделано после слов Безуглой и после комментария главнокомандующего Алищука, то это выглядит так, как будто президент в данном случае наказывает Алищука в этой ситуации и подтверждает слова Марьяны Безуглой. Это не есть правильно. В данном случае интернет не является, не может быть разборкой для верховной власти. Это раз, для верховной власти Украины. Президенту Зеленскому нужно было это сделать красивее и тоньше, объяснив гражданам Украины, безусловно, то, что он мог объяснить на том уровне, именно на тот момент. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и произошло это за день до военно-воздушных сил, до этого праздника прекрасного. И, конечно, расисты попытались воспользоваться этим, сделав нам мощнейшую дроновую атаку, когда за одну ночь четыре воздушных тревоги и так далее, но мы, безусловно, выстояли. Но вы знаете, что сегодня в Харькове день траура, потому что расисты снова попали по жилому дому, долбанули прямо туда кабами в жилой дом в Харькове, и там порядка десяти человек погибших и несколько десятков людей раненых. Опять пострадал наш Харьков, опять пострадали харьковчане. Светлая память всем тем, кто погиб, невинно убиенным. И знаю точно, что враг тот, который напал на нас. Все, кто бомбят Украину, все, кто участвует в этой войне, даже с молчаливого согласия, вы будете гореть на костре. На жутком костре вы будете гореть в аду. Вы обязательно получите возмездие за то, что вы делаете. Очень светлые люди погибают, дети, подростки, взрослые. Друзья, возвращаясь к истории про президента Зеленского, который снял Олащука, Марьяна Безугла и так далее. Если оставить это все в сторону, я хочу сказать профессиональное мнение многих очень и очень уважаемых военных экспертов. И мнение вот такое. Господин генерал-лейтенант Алищук, который все это время героически закрывал небо и являлся командующим военно-воздушных сил, и в том числе, безусловно, ПВО, по своему базовому образованию является ПВОшником, не летчиком, не летчиком-инструктором. Он по базовому своему образованию является ПВОшником. А это значит, он хорошо разбирается в системах ПВО и знает, как закрывать небо. Но, как говорят, например, такой военный эксперт, полковник, летчик в отставке, наш дорогой Роман Свитон, он говорит о том, что во всех мощных странах сильными армиями, силами, военно-воздушными силами командуют летчики. И на сегодняшний день всемирной объединенной группировки командует также летчик-инструктор Ф-16 и летчик-истребители и так далее. А в нашем случае в Украине почему-то оставили на этой должности генерала-лейтенанта систем ПВО, грамотного, толкового, хорошего, безусловно, проделавших очень-очень много серьезных вещей, но защищая небо, но тем не менее это не совсем правильный подход, говорят наши дорогие военные эксперты. И, безусловно, я с этим соглашаюсь, при всем при том, что генерал Олещук доказал делом свой профессионализм. И вот я подумал, почему же такая кривая ситуация у нас возникла. И первый простой вывод, который мне кажется абсолютно объективным, так как у нас с самых первых дней войны была жесткая необходимость закрытия неба, то, возможно, президент Зеленский, залуженный, главнокомандующий, посчитали, ну, на ставке РНБО, посчитали, что необходимо поставить ПВОшника во главе военно-воздушных сил. И при всем при том, что у нас был слабенький флот самолетов, да, вы знаете, но на сегодняшний день это значительно больше флот, и наши, конечно, военно-воздушные силы, наши истребители творят просто чудеса. И в этом, конечно, также заслуга большая генерала-лейтенанта Олещука. Просто я думаю, что верховной власти, главнокомандующим, необходимо было на определенном этапе командующего военно-воздушными силами генерала-лейтенанта Олещука, который по образованию своему ПВОшнику, в определенный момент заменить его на командующего, который является летчиком. У нас таких, безусловно, у нас такие и есть. Грамотные, четкие летчики, которые лучше знают, как защитить наше небо и как реагировать. И, возможно, бы тогда не было ситуации бы таких, как с украинским F-16. Мы ждем расследования, мы ждем, что нам скажет верховная власть в данном случае, да, и не паникуем, безусловно. Еще раз хочу напомнить тем, кто паникует, а россияне, естественно, рассказывают, что это они сбили наше F-16. Нет, ни в коем случае, это не они сбили, это не их заслуга. Так вот, еще раз хочу напомнить, что в операции «Буря в пустыне» в Ираке Соединенные Штаты, объединенная группировка потеряли там 12 F-16, 12 самолетов. И часть из них – это дружественный огонь. Так бывает на каждой войне. Поэтому, когда мы говорим о том, что на сегодняшний день генерал-лейтенанта Олещука заменили на временно исполняющем, да, мы не должны забывать о том, что генерал-лейтенант Олещук, что он сделал для неба Украины, для военно-воздушных сил в целом, и за это ему, конечно, низкие поклоны в Ивы Кошана. И он отреагировал на решение президента, я думаю, что он догадывался, что это решение есть или готовится, он отреагировал словами генерала, нашего любимого генерала Залужного, что «соромно нам же не колы не буде». И действительно, такие люди, как Залужный, такие люди, как генерал Олещук, сделали в оборону Украины и в защиту своей Родины колоссальные вещи. Эти люди навсегда в военной истории Украины. И, в принципе, украинской истории в целом. Поэтому надо с честью уметь провожать своих героев. Ошибки делают, безусловно, все. И я бы больше претензий предъявил не генерал-лейтенанту Олещуку, а к верховной власти, которая вовремя не заменила командующего на летчика. И вот тогда, возможно, переход был бы другой. Когда мы стали наращивать наши самолеты, когда к нам пришли F-16, думаю, что перед этим была замечательная возможность для того, чтобы сделать рокировку. Поставить нового главнокомандующего, а генерала-лейтенанта Олещука отправить с почестями. И эти люди идут в отставку, но они продолжают помогать защите Украине и нашему фронту. Это надо понимать. А то, в какой форме сейчас это сделано, мне лично не нравится, как гражданину Украины. И я думаю, что президенту Зеленскому необходимо эмоции свои больше контролировать и делать это в совершенно другой форме. Возможно, мы узнаем какие-то в ближайшее время, мы узнаем в результате расследования какие-то, может быть, и даже жуткие вещи, очень большие ошибки, которых не должен был командующий допускать и так далее. Я знаю разные истории, но на данный момент не вижу смысла без подтверждения этих фактов, безусловно, об этом говорить. Но потеря одного F-16 не является большой проблемой, а вот потеря одного нашего летчика есть проблема. Потому что это наш, это наш брат, это наш брат. И каждый, каждый, кто погиб в этой войне, он овес золота для всей Украины. Никакое количество расшистов не способно сравниться с одной жизнью нашего воина Светла. И я хочу сказать, что если говорить про профессионалов, то летчиков F-16 украинских 20, может быть, 25 человек. И наш герой, который погиб, он не просто летчик-испытатель, летчик F-16, а он и также лоббист F-16. Он многое сделал для того, чтобы F-16 пришли в Украину. Это легендарные люди. На них будут расти наши дети в Украине. Светлая память, соболезнования семье, а наши силы обороны пусть только крепнут. И такие примеры, как наши летчики, как МЭС, как привид Киева, пусть они дают, пусть их дух и героизм дает силы нашим силам обороны Украины. Будь мой орач, орач и только орач, и капи меч, друзья.